Затейл ремонт? Спеши в Империю Голд! Новое поступление обоев и линолеума, а также ламинат, ковровые покрытия, электроинструменты. Империя Голд. Вокзальная 3, рынок Мегастрой. Павильоны номер 6, 19 и 70. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К нам в редакцию обратился Александр Зенченко. Он один из первых ворвался на территорию учреждения, чтобы подавить бунт. Александру и его коллеги грозят реальные сроки лишения свободы. В апреле 2011 года на всю страну прогремела новость. В Забайкальском крае в городе Краснокаменск заключенные ИК-10 устроили бунт. Сожжена большая часть построек на территории колонии. Гнев заключенных вызвало усиление режима в учреждении. Усмирить толпу вооруженных арматурами, факелами и бутылками с зажигательной смесью работникам колонии удалось своими силами. К счастью, никто не пострадал. Но сразу после бунта было возбуждено уголовное дело. Сначала сотрудников десятки допрашивали как свидетелей. Однако уже через некоторое время Следственный комитет предъявил им обвинение в превышении должностных полномочий. Уже пять лет, пока активные участники того апрельского бунта из числа осужденных постепенно уходят от ответственности, сотрудники живут в состоянии постоянного стресса и неопределенности. В происходящем они упрекают прежде всего правоохранителей. Посадил сотрудника, получил новое звание, получил новую должность, в следствии получил новый большой оплату. По нашему делу уже не один прокурор назначен, который уходит на повышение. По мнению сотрудников, если суд вынесет обвинительный приговор, то пострадают не столько они сами, сколько авторитет Федеральной службы исполнения наказаний. Обитатели колонии могут почувствовать свою безнаказанность. Если даже нас осудят, то в дальнейшем, если такие массовые беспорядки произойдут, сотрудники, никто не зайдет в колонию, так как видят, что происходит. Всего на скамье подсудимых оказалось около 15 сотрудников СИН. Им грозит от 4 до 5 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен через две недели. Артем Кондратьев, Юрий Житлухин, ЗАПТВ. Отец-тиран пойдет под суд в отношении Читинца, который за двойку избил свою 8-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело. О случившемся девочка рассказала инспектору ПДН. Я сразу же выехала на место жительства этой девочки, разговаривала с папой. Сначала, конечно, он отвергал все, что якобы девочка упала с забора. Но все-таки потом он признался, что вот она получила двойку, да, и не сдержался. И тем самым нанес ей на отмашь ладонью. Вот таким образом он ее наказал. Добавим, правоохранители выяснили, что воспитывается школьница мачехой и отцом, который, ко всему прочему, был неоднократно судим. Также стали известны и другие факты недетской жизни ребенка. Так, в прошлом году папа Шатеран бросил дочь с малознакомыми людьми. В течение трех суток полицейские устанавливали местонахождение загулявшего отца семейства. Тогда мужчина делался административным наказанием. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Семья эта у нас была в группе риска по школе, так как девочка уже изымалась из семьи. У нее нет мамы. Воспитанием занимается один отец. То есть он до этого жил с другой женщиной. И с этой семьей мы девочку изымали и уже помещали в приют. Вот сейчас проживает папа, это девочки с другой семьей, с другой женщиной. И в этом случае мы, конечно, ребенка не изъяли из семьи, так как она, ну, не стали еще травму одну наносить, потому что она не согласилась категорически ехать в приют, так как отношения с новой мачехой у нее хорошие на сегодняшний день. И в завершении выпуска добавим, праздника не будет, таможня не дала добро. Магниты с изображением петуха, календари, светодиодные гирлянды, лампы, искусственные елки, праздничные плакаты из Китая в Россию уже не приедут. Крупная партия свежих новогодних игрушек изъята сотрудниками на Забайкальском пункте пропуска. Предприниматель попросту не задекларировал яркий товар. Более 120 тонн новогодних украшений были расфасованы в семь контейнеров и переправлялись под видом светодиодных ламп, прищепок и тканей. Игрушки сейчас изъяты, образцы отправлены на оценочную экспертизу, после которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. На этом у меня все. Телефон нашей редакции и прежний. Если вы оказались в неприятной истории или подозреваете, что попались на уловки преступников, звоните. И не забывайте снимать происходящее на свой мобильный телефон. Видео приносите или отправляйте в нашу редакцию и получайте гонорар от первого независимого. До встречи в эфире и берегите себя.